На Пасху первое. Иудеи празднуют Пасху земную, отвергнув небесную. Мы же празднуют Пасху небесную, оставили земную. Как совершалась она у тех, она была напоминанием о спасении первенцев иудейских. Когда первенцы иудейские не погибли вместе с египтянами, будучи сохранены таинственно кровью жертвы пасхальной, совершающаяся же у нас Пасха, есть причина спасения всех людей. Начиная с первозданного человека, который во всех нас сохраняется и остается живым. Совершившееся и временное, будучи образом и подобием вечного, было приуготовлено для того, чтобы отчинить ныне воссиявшую истину. Когда же явилась истина, образ сделался неуместным. Все равно, как при появлении зари в своем народе, никто не захочет, оставив самого живого царя, падать низ перед его изображением. Ясно отсюда, насколько образ бледнеет пред истиной. Именно образ празднуется по поводу сохранения кратковременной жизни иудейских первенцев. Истина по поводу дарования вечной жизни всем людям. Ведь избавиться ненадолго от смерти еще немного значит. Для того, кто несколько времени спустя все равно умрет, но много значит избежать смерти совсем. Это и случилось с нами, за которых заклан был Пасха, Христос. И даже самое имя праздника, истолкованное согласно с истиной, имеет большее преимущество. Пасха по переводу значит «прохождение», когда губитель, избивая первенцев, проходил мимо дома евреев. Мимо нас губитель действительно прошел, так как он совершенно навсегда оставил нас, воздвигаемых Христом к вечной жизни. Таким образом, установление Ветхозаветней Пасхи следует рассматривать духовно и созерцать верою сообразно с апостольскими толкованиями. Но верному, естественно, конечно, стремиться к тому, чтобы понять этот образ во всем его объеме, и при том именно со стороны соответствия его действительности, чтобы таким путем иметь возможность как бы телесными очами созерцать то, что само по себе духовно. Ему хочется, чтобы все, относящееся к закону, имело близкое отношение ко Христу, чтобы через духовное телесное стало явственнее, и невидимое оказалось видимым, как на живописной картине. Итак, когда Бог вознамерился навести десятую казнь на египтян, а заключалась она в поражении первенцев, то он сказал Моисею, месяц тей будет у вас началом месяцев, первый месяц у вас из месяцев года. И установил сряду пасхальную жертву и помазание кровью на дверях, и от помазания ею обещал спасение первенцев. Если обратиться прямо к действительности, то какое значение должно придавать тому обстоятельству, что начало года приурочивается ко времени, когда совершилась спасительная Пасха? Очевидно то, что и для нас истинная пасхальная жертва является началом вечной жизни. В самом деле, год есть символ вечности, потому что делая круг, он всегда вращается в самом себе, и не останавливается ни на каком конце. И Отец будущего века Христос, жертва за нас принесенная, делая всю нашу прежнюю жизнь, стоящую вне времени, дает через купель возрождения начало другой жизни, по подобию своей смерти и воскресения. Поэтому всякий, зная принесенный за Него в жертву Пасху, должен считать началом своей жизни то время, с которого Христос сделался жертвой за Него, а жертвой становится Он за Него тогда, когда Он познает благодать и поймет начавшуюся через ту жертву жизнь. И познав это, должен стремиться получить начало новой жизни и более не возвращаться к прежней, конца которой достиг. Если мы умерли греху, как же мы будем жить в нем? Такое символическое значение – начало года. Далее, в десятый день месяца повелевает Господь взять по Агнцу, каждому дому, и при том так, чтобы в каждом доме собралось столько человек, сколько нужно для того, чтобы съесть Агнца, всего, без остатка. Заколать же Агнца нужно было в четырнадцатый день к вечеру. Итак, пять дней жертва находится вместе с теми, кому она должна доставить спасение. На исходе же пятого дня жертвенное животное закалывается. Смерть проходит мимо. Спасенный наслаждается непрестанным светом и Луны, светящей всю ночь, и Солнца, сменяющего Луну. Это именно бывает в пятнадцатый, при том полнолунный день. Пять этих промежутков указывают, что все время мира делится на пять периодов, от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама, от Авраама до Моисея, от Моисея до пришествия Христа, и пятый период самого пришествия. В то время спасение через блаженную жертву уготовлялось для всякого человека, но еще не совершалось. В пятом же периоде времени приносилась истинная жертва, и спасаемый ею первозданный человек достигал непрестанного света. И то, что Пасха совершалась не в самый вечер, а к вечеру, показывало, что не в самом конце настоящего времени, но к концу пострадает Христос. Такое деление времени подтверждается и притчей, которая день развивается на пять частей, так как рассказывается, что виноградник, то есть наделание правды, одни званы были с первого часа, другие с третьего, иные с шестого, иные с девятого, а иные с одиннадцатого. И как различно было это призвание, так различно и оправдание. Одно при Адаме, другое при Ное, иное при Абраме, и иное при Моисее. Последнее же и самое совершенное во время пришествия Христа, когда по притче Спасителя последние получают награду первыми. Именно мы, за которых Христос делался жертвой, первыми получаем возрождение в крещении. После того, как Христос воскрес и Святого Духа послал для нашего обновления. Таково именно таинственно созерцаемое символическое значение жертвы, приносимое в четырнадцатый день, и следующей затем светоносной ночи и дня. То же, что жертвенное животное в каждом доме съедалось сполна, и мясо не выносилось вон, показывает, что спасение во Христе получает один только дом. Этот дом – церковь, сущая по всей вселенной. Прежде чуждая Богу, а теперь одна только вступившая с Ним в родство, через принятие посланных Господом Иисусом, все равно, как жилища Равы, бывшей блудницы, приняв к себе соглядатая в постных Иисусом, одно только и сохранилось при разрушении Иерихона. И как множество еврейских домов имеет значение одно, так и находящееся по городам и странам церкви, будучи по счету многочисленными, составляет одну только церковь. Один в них – Христос повсюду, совершенный и неделимый. Потому-то жертвенное животное в каждом доме должно было быть совершенным и не делилось на отдельные части. Веки Павел говорит, что все мы потому и составляем единого Христа, что один Господь – одна вера. Итак, необходимо признать, что неделимым единством жертвенного животного закон прообразовал Христа, предизображая им же вместе с тем и единство церкви. Во Христе, в жертве Его, мы имеем спасение, и все, что было до Его пришествия, мы познаем, как предуготовление к этому пришествию и дело спасения всего человечества. С самого начала поставлено было так, как будто перед глазами всех все время была совершаема жертва Христова, за всех приносимая. Но принадлежит это спасение, как нам известно, одной лишь церкви, и никто не может вне церкви и веры не быть сообщником Христу, не спасать. Зная это, мы понимаем, что спасение всего мира совершается не от дел закона, но во Христе и безбожным ересям не оставляем никакого основания для надежды, но полагаем их вне всякой надежды, так как они не имеют ни малейшего общения со Христом, но тщетно прикрываются спасительным именем ко вреду и обману тех, кто больше обращает внимание на название и внешность, чем на истину. Итак, пусть никто не отрывает от Христа того, что было издревле, пусть никто не думает, что кто-либо из живших прежде мог спастись без Христа, а тех, кто в наше время переиначивает, извращает истину, кто устраивает лишь суетное и ложное подобие церкви, чуждое Христу и истине, тех пусть никто не именует их христианами и не поддерживает общение с ними, да это невозможно, потому что не выносится из священного дома жертва и не предлагается для общения находящимся вне его. Посмотрим теперь на прообразовавшего славу Господа Агнца. Требовалось, чтобы он был непорочен, мужеского пола и однолезен. Прежде всего, он обладал непорочностью и совершенством, потому что один Христос исполнен всякого совершенства и всецело беспорочен. И ни с какой стороны от начала до конца не нуждается ни в каком оправдании. Как и сам говорит, так подобает исполнить всю правду. Потому-то для всех жертв и употреблялась всегда животное, совершенное и беспорочное, что они служили прообразом Христа. И жрецам Бог повелевал быть вполне совершенными и неповрежденными телом, потому что все они были прообразом истинного жреца. Затем пасхальный агнец должен быть мужеского пола, потому что этому полу по природе принадлежит главенство и преимущество. Как и у людей, мужчина имеет телесное преимущество перед женщиной. И Христос по природе в действительности есть глава и царь, так как, будучи небесным человеком, соединился с нами как брат по телесной природе. Но стоит выше нас как Господь по духовной стороне, по своей божественности. Поэтому и женихом является только один он, если считать невестой все человечество. Даже Иоанн, величайший из пророков, не был женихом, как видно из его слов о Христе и о себе. О Христе он говорил, имеющий невесту, жених о себе. Друг же жениха стоит и, слыша голос его, радостью радуется, слыша голос жениха, и сията радость моя исполнилась. И апостолы все, они женихи церкви, хотя без сомнения они и приняли по благодати подобие Христу, сделавшись сынами Христа через Христово Духа. На что говорит блаженный Павел? Я обручил вас единому мужу, девою чистую, представив Христу. Итак, Господь поистине глава, владыка и царь, не только потому, что был Богом среди людей, но и по предвечному божеству, потому что по природе он царь всякого создания, не по благодати, получивший царство, но имеющий его поистине и по рождению от отца. Агнис затем и был однолетним, это означало, что Господь будет новым на земле и совершенно непричастным той ветхости, какая возобладала в людях. Поэтому, если кто называет Господа простым человеком и полагает, что Христос был в нашей природе, для того он уже не будет агнисом совершенным и непорочным, потому что никто из людей не беспорочен, не будет агнисом мужеского пола, потому что никто из людей не имеет прирожденного и всецелого телесного превосходства в сравнении с одинаковым по природе людьми. И кто причисляет Господа к твари и утверждает, что он имел не истинное божество, а полученное по благодати, у того и агнис, приносившийся за него жертву немужеского пола, тот не узнал царя по природе, а обращает его в иного, различного и по природе, и по существу. Точно так же, если кто-нибудь припишет Христу что-либо из свойственного ветхому человеку, например, осмелится утверждать, что он причастен к греху, или подлежит рабству закона, или подлежит по необходимости смерти, для такого однолетний агнис не может уже служить парообразом Христа, для того незаметным прошло обновление, принесенное Христом. Остается уразуметь символическое значение агниса и козла. Именно агнис, сообразно с Исаией, есть символ кротости Христа, как овца, введен на заколание, и как агнис, пристегущем его, безгласен. Козел же по закону, есть жертва за грех. Козу сказано, откос грехов ради. Литам 5.6 И так кроткий, как агнис, он дал принести себя, и затем, когда принесен в жертву за грех, как козел, отдав самого себя по смирению на спасение людей, какового спасения, и мы додостигнем по вере и любви к пострадавшему за нас Господу Иисусу Христу, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Продолжение следует...